А вот вторая корзинка – это факторы, которые созданы руками самого общества, людей. И эти факторы можно перечислить. Первый – так называемый агломерационный эффект. Это преимущество концентрации. Оно есть и в промышленности, но в данном случае мы говорим о агломерационном эффекте городов, как мест концентрации людей. Это вполне описывается моделями математическими. Логика такая. Чем больше у вас потребителей концентрируется в том или ином месте, тем больше фирм начинает приходить в эти места. Чем больше там фирм, тем лучше они конкурируют между собой, предлагают потребителям более разнообразный выбор и подтягивают еще большее число потребителей. И вот это перпетуум мобили крутится, расширяется, развивается, пока не упрется в два ограничителя. Мы их знаем тоже хорошо. Первый – это инфраструктурный ограничитель, когда по этому городу уже просто невозможно ездить, если вовремя грамотно не спланировали. Второй – экологический ограничитель, когда сверхконцентрация людей убивает остатки природы. Как вы понимаете, эти ограничители можно преодолеть при грамотной городской политике. Второй, тоже созданный руками фактор – это человеческий капитал. Чем более образованные люди, здоровые, тем они мобильнее, адаптивнее, они более активны на рынке труда. И это тоже ускоряет развитие экономики. Человеческий капитал вроде как фактор никем не оспаривается. Чем его больше, тем лучше. Третий фактор, я их излагаю по Полу Кругману, который написал как раз вот эти статьи и книгу по новой экономической географии, это институты. Это страшное слово, вовсе не учебные заведения. Это нормы и правила, которые существуют в обществе. И от этих норм и правил, хорошие они или плохие, стимулируют ли они развитие людей, деловую активность или дестимулируют, очень сильно зависит развитие, в том числе и территорий. Потому что нормы и правила бывают центральные, которые влияют тем или иным образом на развитие территории, но их еще очень много, региональных. И это не только законы. Это обычаи, это характер взаимоотношений между людьми, это то, что продуцируется разными ценностями. Это все очень важно. И четвертый фактор, может, добавляем от себя, это, конечно, инфраструктура. Без развитой инфраструктуры территории развиваться не могут. Ну вот, понимая все это, мы можем быстро просканировать, а что в России. А в России получается очень просто. Природными ресурсами Бог не обидел, и у нас их очень много. Географическое положение, пора бы уже... Ну, невыгодная она у нас, по той простой причине, что страна очень холодная, очень много внутри материковых территорий, выходы к зонам основных потоков глобальной торговли немногочисленны и так далее. Есть проблемы. Но, тем не менее, ресурсы, наверное, перекрывают все. А вот во второй корзинке все очень непросто. Если говорить о городах, как результатах агломерационного эффекта, у нас, во-первых, городов очень мало. Тысяча сто всего лишь на эту огромную территорию. А крупных городов с населением свыше 100 тысяч человек, ну, пара сотен. А с населением более 250, ну, 70 с небольшим. Это очень мало. Эффекты концентрации в России выражены слабо. И еще вторая проблема. Эти города очень удалены друг от друга, поэтому межгородские коммуникации затруднены. Человеческий капитал нам всегда казалось, что неплохой. С точки зрения образования, может быть, и так, хотя качество его ухудшается. Но с точки зрения здоровья, а это тоже составляющая человеческого капитала, все очень нездорово. Потому что, хотя немножко сейчас подросла ожидаемая продолжительность жизни, но она все еще мала в сравнении с развитыми странами. А главная проблема у нас продолжительность здоровой жизни очень низка. То есть люди, может, и стали дольше жить, но они доживают, будучи больными. Они очень быстро... ...это экологии и невнимание к самим себе, привычки многочисленные, вредные и так далее. И, наконец, если мы возьмем из этих институтов... Простите, если мы возьмем инфраструктуру, я про нее ничего не буду говорить, потому что вот с чем в России все ясно, так это с инфраструктурой. Плохо или очень плохо? Выбирайте на вкус. А вот про институты я очень важные вещи должна сказать. У разных стран разный набор конкурентных преимуществ. Но если инфраструктура страны достаточно модернизирована, возникают возможности как-то смягчать дефекты и усиливать реальные свои конкуренты. Они уничтожили в России. Но только не для его. Нет. Вот не меньшую роль, чем агломерационный эффект, играет вторая составляющая. Статус. Столичный статус. Когда в России, как в сверхнепровизованной стране, все смещается, сдвигается в сторону столицы. Поэтому остальным регионам развиваться гораздо сложнее. Институциональное преимущество Москвы в сочетании с агломерационным преимуществом делает ее сверхлидером, с которым практически невозможно конкурировать. Проблема не только. Проблема в том, что длительная централизация власти привела к тому, что от регионов зависит все меньше. То есть система принятия решений такова, что регион, ему все разложено по полочкам. Все виды трат, очень значительная часть, продиктованы сверху. Все регламентируется федеральными законами. Значит, шаг влево, шаг вправо, и все, кто связан с бюджетами, это знают. Это уже вызов прокурору. Вот отсутствие самостоятельности при сверхцентрализации. Это вот две стороны одной печати. Очень многие траты приходится согласовывать с обществом. Когда такого контроля нет, у власти развязаны руки. И она начинает тратить по принципу хлеба и зрелища. Про хлеб я еще скажу. Это стимулирование, это поддержка разных самых групп населения. Про зрелище мне вам рассказывать не надо. Вы знаете, это прекрасно. Зрелище – это Олимпиада, саммит ОТЭЦ, все эти политические проекты, на которые уходят очень большие деньги. Ну, просто для примера, что такое российские институты. Если взять все расходы, все инвестиционные расходы, которые идут из федерального бюджета, это немаленькие деньги, то последние два года 10-12% всех инвестиционных расходов уходило в Краснодарский край. Год-два назад почти 10% уходило в Приморский край, вспомним саммит ОТЭЦ. Приличные деньги получала Москва, потому что здесь сверхконцентрация федеральных очень больших учреждений, и плюс в Москве еще и помогают. И объяснить другим регионам, почему на 73 региона из 83 приходится меньше половины инвестиций из федерального бюджета, всего 44%, практически невозможно. А их и не спрашивают. Тратят, как считают нужным, и ни с кем не советуются. Вот это некий вводный, в которых развивается российское пространство. Второй сюжет, что у нас происходит. Ну, во-первых, что происходило до кризиса. До кризиса было три очень важные момента. Действительно, достаточно быстрый экономический рост в течение 10 лет, почти в два раза, если брать в воловой региональный продукт. Самый длинный в истории, пожалуй, период устойчивого роста доходов, такими темпами, с 98 по 2008 год, доходы россиян среднедушевые выросли в 2,6 раза. Это много. И третье, постоянный рост расходов бюджета, благодаря фантастическому взлету цен на нефть и на газ. Огромный рост трансфертов из федерального бюджета регионов. А их получают, ну, если брать с федеральными полномочиями все регионы и со всякими совместными видами деятельности. Если брать только так называемые дотации на выравнивание, то их получают примерно 71,73 региона из 83, то есть подавляющая часть, в разные годы по-разному. И этот вал денег, он пришел и помог многим средним и слабо развитым регионам подтянуться быстрее. Но это не был их часто собственный рост. Это был огромный приток федеральных трансфертов, особенно в слабо развитой республике, которые потом же шли на здравоохранение, на образование. Это все учитывается в суммарном ВРП данных регионов. В результате мы имели в Российской Федерации очень хорошие тенденции. Во-первых, смягчалось социальное неравенство и по заработной плате, и по уровню бедности сглаживались различия, и по среднедушевым доходам. Не так, чтобы уж очень, но тенденция была однозначная. И во-вторых, когда вал денег от нефтяных доходов пошел уже потоком, стали смягчаться даже экономические различия. То есть конкурентоспособные регионы росли по факту медленнее, чем регионы слабые, потому что им давали очень много денег. Вот так мы пришли к кризису. А дальше начались интересные вещи. Россия пережила кризис тяжело, если сравнивать с другими странами. Суммарный воловой внутренний продукт упал на 7%, промышленность на 11%, инвестиции на пике падали на 16%. Это очень серьезное падение. Но доходы практически не падали, потому что все средства государства были брошены на то, чтобы не допустить социальной напряженности. По этой же причине не очень существенно выросла безработица. Но все, кто в регионах живут, знают, что в этот период увольнять можно было только под надзором прокурора. Просто были прямые запреты на увольнение. Плюс государство подкинуло денег на общественные работы, на какие-то другие... Прежде всего это сработало. На прочие мероприятия в сфере занятости, которые смягчили. То есть мы кризис прошли так. Экономика сказала, ух, и обвалилась. Государство сказало, нет уж, нет уж, у меня еще есть деньги. И я буду смягчать то, что могу смягчать. Частично это удалось. Но результат был следующий. Это очень сильно отразилось на ситуации с бюджетом. В кризисном девятом году бюджетом подбавили денег на четверть, чтобы они как-то справлялись. Это федеральный трансфер. В десятом сказали, нет, ребят, мы вам много дали. И попытались денежки сжать. Удалось только на 7%. В одиннадцатом, как вы помните, год знаменательный, накануне всяческих выборов, да, добавили еще 17%. А в двенадцатом сказали, нет, опять многовато. И на 5% сжали. Вот эти вот колебания, они говорят просто, во-первых, о качестве государственной политики, о ее сиюминутности во многих случаях. Но не только об этом. Что очень важно отметить, что в бюджетах теперь из-за того, что им добавлено огромное количество социальных обязательств, причем это, как правило, те предложения, от которых регионы не могут отказаться. Если что-то написано в послании президента, и это, например, касается зарплат учителей и врачей, хотя это региональная полномочия, она не относится к уровню компетенции федерального центра, неважно, все регионы берут под козырек и начинают его отчаянно выполнять. Но маленькая деталь. Если федерация сказала, что вот, вам надо это сделать, а полномочия региональная, в бюджетном кодексе написано, все решения, которые требуют дополнительных расходов бюджетов региона, я имею в виду решение федерального центра, должны финансироваться из федерального бюджета. Ну нет, сказала федерация, ну четверть я вам подбавлю, а с остальным, ребята, разбирайтесь сами. И мы получили к исходу 2012 года удивительную ситуацию. Во-первых, только за 2011 год долги регионы, а деньги же из воздуха не берутся, их можно только занять. Долги регионов выросли в 8 раз, и это очень прилично. Теперь в среднем, вот если брать просто среднюю цифру, долг среднего региона составляет 3,5% расходов бюджета. Вы скажете, ну, ну, простите, пожалуйста, я оговорилась, это долги регионов, дефициты регионов, простите, дефициты бюджетов регионов выросли в 8 раз. С долгами немножко другая ситуация. То есть люди стали тратить больше, чем они, регионы стали тратить больше, чем они зарабатывают. В 8 раз выросли дефициты. А где врать деньги? Занимать. И хотя в среднем дефицит это 3,5% всех расходов бюджета, казалось бы, не так много, но у нас есть регионы, где дефицит 25%, 15%. И это караул. Что делать? Занимать. И получилось следующее. Средний, суммарный долг регионов и муниципалитетов сейчас 1,5 трлн рублей. И он в 2012-м почти весь год был более-менее на одном уровне, а в декабре рванул и в январе. А где брать деньги на зарплату учителя? Регионы полезли в долги. Средняя доля долга, вот если взять все собственные бюджетные доходы субъектов федерации, без трансфертов, то есть то, что они зарабатывают сами. То вот средний размер долга составляет четверть того, что они зарабатывают сами. А есть регионы, где уже 140%, это Мордовия. А есть, где 70-80%, это Татарстан. Есть, где 2 трети, это будет Калининградская область, еще немало таких. То есть ситуация аховая, регионы погрязли в долгах. Ну, Татарстану большую часть уже простили, но он на особым положении. Остальным-то что делать? Вот и получается такая картинка, что регионы нагрузили дополнительными социальными обязательствами. Доходы бюджетов у них не росли тем темпом, чтобы все эти обязательства выполнить. Прибыль росла, налог на прибыль идет почти полностью в региональный бюджет. Она выросла только на 5%. Это мало. Хотя другие налоги подросли немножко получше, все равно не хватило. А теперь смотрите, что происходило с расходами бюджетов. Я вам показала, какой клинч в доходной базе, хотя надо увеличивать расходы по обязательствам. Вот вы можете поверить, что за последние 2 года суммарные расходы консолидированных бюджетов регионов, это значит, консолидированный, это значит региональный бюджет плюс все муниципальные. Консолидированный бюджет регионов за 2 года рост расходов на образование на 40 с лишним процентов. Рост расходов на здравоохранение, если туда еще считать территориальные фонды обязательного медицинского страхования на 60%. Вы видите результаты этого роста. Выполняются обязательства по повышению зарплаты. Это святое. Но только тогда, наверное, как-то с численностью надо определяться. На рытье котлованов под многочисленные центры высоко технологичной медицины. А просчитали разумно, есть на это деньги или не очень. И, наконец, под огромные закупки медицинского оборудования, в котором больше всего и пилится денег. Качество образования, качество здравоохранения такими темпами, как расходы, не растут. То есть государство взбухивает деньги. Сейчас это вот здрав и образование. В период острой фазы кризиса такие же деньги с темпом роста на 29% в год, два года подряд, росли на социальную защиту населения. Выплаты пособий всевозможных населению с тем, чтобы люди пережили кризис молча. Это помогать надо. Но сколько из этих денег было потрачено не тем, кто реально нуждался, а категориальным группам. Ну, размазывались они очень сильно по нашему региональному пространству. Получается, что вот эта вся социальная подпитка, она очень мало дает реально населению, получателю конкретному, конечному получателю этих услуг. Она где-то, финансовая большая часть, остается внутри самих систем. И эффективность расходов в регионах очень низкая. И добавьте к нему еще вот этот великий, могучий вал денег на инвестиционные проекты федеральные. Ведь регионам тоже приходится их софинансировать. Что еще очень важно отметить. Институциональная среда мутная, действительно мутная. Тут не поспоришь. Но даже в ней есть несколько регионов, которые бьются и стараются развиваться за счет собственных усилий. Все знают про Калужскую область. В определенные моменты так пыталась, в периодах так пыталась действовать Калининградская область. Растет Ленинградская, но правда за счет крупных российских корпораций, которые трубы там строят, порты новые. Но вот Калуга это чистый вариант. Нижний Новгород пытается, Ульяновская. Татарстан очень много сам работает над тем, чтобы развиваться. И вот у этих продвинутых, мы их иногда называем новые индустриальные регионы, огромные проблемы. Потому что для того, чтобы развиваться, они концентрируют свои бюджетные деньги на инфраструктуру. Они пытаются подготовить промплощадки. Они все залезают в долги. И долги довольно значительные. Вот решение этой проблемы системно на федеральном уровне не предложено. Получается, что инициатива в очередной раз наказуема. Индивидуально помогли решить только Татарстану. По той простой причине, что у него же универсиада, а у остальных какие-то автозаводы или что-то еще. Ну, дело такое. Подождут, потерпят, не случится ничего. И, наконец, последние 2-3 минуты. Что делать? Что со всем этим делать? Когда готовилась стратегия 2020, ее новая версия, я была в числе группы рабочих, которая ее писала, мы предложили, на наш взгляд, очень простую и понятную схему. Функт 1. Децентрализацию и дерегулирование. Причем надо четко понимать, что с налогами мы сильно децентрализовать не можем. Вот чтобы, уважаемые слушатели, понимали, две буквально цифры. Первое. Вот если взять все налоги, которые поступают в федеральный бюджет с территории, то только 3 субъекта, Ямал-Ненецкий, Ханты-Мансийский, округа и Москва, дают почти 60%. Потому что все деньги там. А если брать региональную составляющую, те же налоги на прибыль, да, например, то самая большая концентрация налогов на прибыль в богатых сырьевых регионах и в Москве с Санкт-Петербургом. Поэтому сильной налоговой децентрализации сделать нельзя. Если мы спустим в регионы, резко выиграют богатые. Поэтому здесь надо быть аккуратным. Самое главное – дерегулирование. Раз. Потому что регионы связаны по рукам и ногам. Вот сейчас они получают 93 субсидии на семеноводство, на поддержку племенного скотоводства, на доплаты учителям сельской местности, на поддержку молодых семей с тремя детьми. Все вот так расписано. Слушайте, ну что, регион не понимает, как ему надо. Но сгенерите это в 4-5 крупных широких субсидий, внутри которых регион сам будет перекидывать деньги на то, что ему нужно. Другая степень свободы. Третье. Сколько можно кормить такую ораву федеральных чиновников в регионе? Справка. Количество чиновников, территориальных органов, федеральных органов власти, извините за этот бюрократизм, но это те представители федеральных министерств и ведомств, которые сидят в регионах. Вот их количество в 2,5 раза больше, чем чиновников региональных, без муниципалов, потому что муниципалов, у кого много муниципалитет, в 2,5 раза больше. Это означает такой гиперизбыток контроля, дублирования функций. С этим надо что-то делать. Козак пытался, он пытался так, скинуть большую часть, как раз когда была вот эта вот комиссия по децентрализации, скинуть не большую часть этих функций на регионе, заморозить выплату, которая полагается на этих чиновников. А дальше, ребята, вы уже как-нибудь сами разберетесь. Ну, функции чистящика, да, они, в общем, очень хорошо бы скинуть их на региональный уровень. Федерация об этом только мечтает, потому что она хочет быть белой и пушистой. А вот тяжелые и грязные дела, нехай, делают регионы. Вот это все очень четко просчитывается. Итак, дерегулирование. Децентрализация прежде всего в том, в правах регионов. В правах, я подчеркнула, потому что денег сильно не перекинешь. Дальше. Мы зачем доплачиваем дотацию на выравнивание Аравии из 73 регионов? Ну, спустите планку и уже платите слабым, а остальные как-то будут разбираться. Следующий момент. Почему вот эта единственная формульная дотация, она считается строго по формуле, ваш ВРП, там удорожание север, горы, и все, там много малых деревень, почему ее доля во всех трансфертах 27%, а остальное вы как раздаете? Поэтому доля в прозрачной, транспарентной дотации на выравнивание должна быть как минимум половина всего того, что получает регион. И, наконец, второе. Децентрализация двухшаговая. Шаг первый перекинули в регионы, шаг второй перекинули из регионов в муниципалитеты. Пока у муниципалов не будет больше власти и полномочий, в России ничего не изменится, потому что регионы будут полностью дублировать то, что они сейчас дублируют. Все деньги собираются в региональный бюджет, а дальше начинается этому дала, этому дала, этому не дала. Цвет глаз у него не такой. Вот сломать эту систему ручного управления можно только перемещением полномочий, ответственности и части ресурсов вниз. Что предлагает Федеральный Центр? Завершаю я свой рассказ. Он, наверное, и не читал, а может и читал нашу стратегию. Да, там в стратегии был еще один очень важный момент. Когда вы больше спускаете вниз, у вас должны быть прочищены каналы обратной связи. И лучший канал обратной связи – это честные выборы глав городов, мэров и глав регионов. Боитесь сразу, начните с честных выборов мэров, потому что именно на мэрском уровне и формируются политики, которые потом как-то уже соревнуются за региональный мандат. Вот это была наша такая очень простенькая схема. 4-5 шагов. Ну, что предлагает сейчас Федерация? Федерация решила, что формы контроля недостаточны, и надо контролировать сверху еще лучше. И сейчас прописывается огромное количество комплексных интегральных индексов всего и вся. Эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов, инновативности деятельности, инфраструктурных там каких-то вложений и так далее, Минрегион, Минфин, Минэкономразвитие – три структуры, по которым я точно знаю, что у них у всех свои индексы. Ну, считайте, ребята, считайте. Пилите, Шура, пилите. Понимаете? Толку грош. Второе, что предлагается – давать бонусы, денежку тем, кто инвестиционно-инновационно-активен. Да нет, эти рейтинги посчитали, значит, у тебя ты в первой там десятке, получи. Шикарная сумма. Первоначально предлагалось 10 миллиардов. Могучими усилиями, могучими усилиями, ее подняли до 11 миллиардов. Чтобы было понятно только, что это за деньги, бюджет Москвы составляет полтора триллиона рублей. Все трансферты из федерального бюджета субъектом федераций примерно 1,7 триллиона рублей. 11 миллиардов рублей на инновации – это пока все, что демонстрирует нам федерация. Вот пока будет ощущение, что сверху можно продавить все, пока не станет ясно, что регионы разные. Что среди них есть и более умные, и более глупые, и здоровые, и больные. И вот это разнообразие должно создать конкурентную площадку. Без развязывания рук регионам ничего не выйдет. Но проблема, последнее, что я хочу сказать, проблема вот в чем. Если вы полагаете, что эта децентрализация сразу приведет к благоуханному цветению, вы очень сильно ошибаетесь. В России будут и ханство, и царство, и феодальное княжество, и более продвинутый, модернизирующийся регион. К сожалению, это та цена, которую нам придется заплатить за то, что маятник в 2000-е годы ушел в стратосферу сверхцентрализации. Каждое неправильное политическое решение имеет свою цену. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, очень наглядно видно, хотя очень много лет говорится о децентрализации, сколько программ на это направлено и так далее. Мы видим эффект совершенно обратный. И здесь я бы хотела начать тогда с вопроса Ольги Насоновой, который я видела, перекинуть как раз мост к вашей знаменитой статье «Четыре России». Некоторым чиновникам могло бы казаться, что вот это вот фактическое управление из центра могло бы привести, ну, некоторой, к единой России. Хотя, как мы видим, вот вы описывали «Четыре России», потом я помню, что вы приезжали в Голицыно, и уже мы говорили, что их даже больше, потому что есть, как минимум, Россия-мигрантов и так далее. Да, я ее не рассматривала. И, собственно говоря, Россия становится больше. Какой вектор? Или есть вектор, что и становится меньше? В моей профессии, когда от нас требуют типологии, мы всегда знаем встречный вопрос, как в Одессе. А подо что вам нужна типология? Вот как смотрите, столько и будет. Какой ракурс ставите, от этого очень сильно зависит. Мой ракурс-то был простейший, когда я говорила про «Четыре России». Это ракурс модернизации, ракурс постиндустриализма. И вот в этом ракурсе все понятно. Крупная городская, там еще полусоветская, индустриальная или просто средняя, патриархальная периферия. И вот непонятный, по-своему, развивающийся кусок в республиках Северного Кавказа, потому что они еще просто, ну, как сказать, у них еще проходят урбанистические процессы. Они пока еще, иногда я говорю, что они еще не пережили то, что нужно было пережить до 1917 года. Очень многого, да. У них просто своя ситуация. Ну, тренды там тоже очень понятны. Идеологизация в виде религии. А что, большевиков было иначе? Ну, вспомните, вы очень многое сопоставите и поймете, что очень много параллелей. Потому что эти общества республиканские, они еще очень традиционалистские. Им надо уйти в модерн. И вот этот уход в модерн, он сопровождается очень многими издержками. Но, извините, если вы думаете, что революция 1917 года была небольшой издержкой, я вынуждена с вами не согласиться. Как раз про вот эту третью Россию, патриархальную и деревенскую, спрашивает Наталья Бинеева из Ростовской области. Какие меры, на мой взгляд, можно было бы предпринять по сохранению численного состава, получения жизни населения вот в этой, в третьей, в сельской России? Численный состав не сохраним уж, извините за такой канцелярит. Людей будет меньше, скажу я по-простому, по-русски. Людей там будет меньше. В Центральной России, на Северо-Западе, до популяции идёт очень стремительно. Вот как сохранить людей? Одна цифра, люди же цифр мало знают. Если вы возьмёте население Псковской области, сельское население, возьмёте женщин сельские в Псковской области, если там 40-42% всех сельских женщин, женщины пенсионного возраста, вы их как сохраните? Всё там порушено, демографическая структура. Поэтому воспроизводство будет сужаться. А можно ли перетащить туда людей жить? В ГУЛАГе можно всё, но я полагаю, что мы этот вариант не рассматриваем. Во всех остальных случаях вполне понятно, что более жизнеспособны ближние пригороды, потому что есть возможность альтернативной работы в городе, выше спрос на сельхозпродукцию, меньше издержки перемещения и так далее. Периферии вот таких депопулирующих территорий, а это вся не чернозёмная зона, это, извините, всё, что вот с левого боку, сверху и с правого боку от Москвы, уж по-простому, без географии, да, это депопулирующие территории. Там будет обезлюдивать пространство. Я всегда своим студентам говорю, Швеция в её северной части, вот в неприморской части, это 9 десятых территорий, обезлюдила уже к середине 20 века. Вы знаете, страна не умерла. Переформатировалось пространство, да, людей там стало намного меньше, но сохранились более крупные локальные центры, поменялись функции, там вместо лесной добычи, добычи руд, сельского хозяйства было немного, больше стало рекреацией. Где-то и у нас так произойдёт. Но никто не говорит, что это простой и лёгкий процесс, потому что плотность населения у нас так чудовищно мала, расстояния между городами настолько велики, что у нас этот процесс, в отличие от Западной Европы, где он тоже был и продолжается, он идёт с адскими издержками для людей. Поэтому наш ответ простой. Те, кто хотят уехать, сами помочь им это сделать. Форматов множество. Не обязательно деньги давать, если вы делите больше общежитий для потушников в районном центре, уже людям будет легче уезжать. Второе. Те, кто не хотят уезжать, они имеют на это полное право. Значит, формы социальной защиты, здравоохранения, образования должны быть доступны. В мобильных форматах. Для детей, возможно, хотя это очень тяжело, и интернатное обучение в средней и старшей школе. Формы разные, процесс неизбежен. Вот когда мы это поймём, вот тогда уже надо говорить о том, что дело не в протесте. Дело в поиске компромисса между интересами живущих там людей и возможностями государства. Но этот компромисс, это разговор с двух сторон, это не диктат. Пока же всё решается в формате диктатора. На Северном Кавказе проблема пролонгированная, она появится не скоро, хотя горы уже обезлюживаются, с гор люди спускаются. Но на равнении плотность сёл очень высокая, сёлы огромные по российским меркам, и там ещё до проблем, до популяции я не доживу, это точно. По Северному Кавказу спрашивает Руслан Кабиев, наш выпускник. Каковы, на ваш взгляд, перспективы экономического развития Кавказа и каково нахождение, где место Кавказа на экономико-политической карте России? Ну, что вы называете экономико-политической? Юго-западные рубежи нашей Родины. Если нравится, пожалуйста, так. Ну, что я могу сказать? Северный Кавказ меняется. Во-первых, он меняется демографически. А рост, заметный рост численности населения сохранился только в трёх республиках. Чечня, Ингушетия, Дагестан. Причём я делаю ссылку. Реальной численности мы не знаем, потому что огромные приписки в переписях, система двойного счёта Кутаны и горы в Дагестане и так далее и тому подобное. Западный Кавказ уже перестал так расти. Там завершается демографический переход. И, уверяю вас, уже через поколение перестанет расти и восточный Северный Кавказ, то есть эти три республики. Быстро довольно эти процессы идут. Второе. На Северном Кавказе деиндустриализация была тотальной. Там и не было никогда особо значимой индустрии, но отдельные вкрапления. Падало быстрее, потому что издержки выше. Ну, скажем так, с трудовой мотивацией не очень здорово, и оборудование не лучшее. Второе. Сами заводы были неконкурентоспособны. Технологически это не от людей зависит. Технологически. Поэтому новой индустриализации я там не жду. За исключением одной понятной сферы. Это пищевая промышленность. Вот там может развиваться переработка, но пока выгоднее возить сырье, даже продираясь и проплачивая все кордоны на пути, потому что полностью понятна цепочка сбыта. Ты здесь раннюю капусту произвел, у тебя друг в Ростове, который там собрал караван, и у тебя друзья Москвы, которые завезли это на рынки. Вот сейчас пока это более эффективно. Когда появляется переработка, значит у него должен быть сбыт. Вот я думаю, что Кабардино-Валкария быстрее пойдет по этому пути. Они делают сейчас крупные плантационные хозяйства, принадлежащие очень уважаемым людям. И вот эти уважаемые люди имеют и политический, и экономический ресурс, чтобы эти продукты пробить. Третье, что очень важно. Очень очевидная для всех перспектива Северного Кавказа рекреация. На нее действительно возлагают надежды. Проблема первая. Пока нет безопасности, не будет рекреации. Я думаю, на уровне здравого смысла это всем понятно. Проблема вторая. Как это пробивается? Вам нужно 6 горнолыжных курортов во всех республиках? А вы считали количество потребителей потенциальных? А почему один из курортов бывшим, ну уже выходящего главу может и не стоит, но господин Амбелаловым строился в своей родовой деревне, где снега обычно не бывает? Вот я понимаю, что то, что построено в Карачаево-Черкесии, это построено, кстати, на деньги Пумпианского, а вовсе не курорты Северного Кавказа. Те у него покупать это будут. Но сами-то курорты что построили? Госкорпорация как формат – это худший вариант освоения. Почему получается ВАЗАУ в Кабардино-Балкарии? Почему балкарцы сплотились, набрали денег, построили малых хороших гостиничек, обеспечили своими руками, своими силами безопасность въезда и проживания ВАЗАУ? Но потом каким-то странным образом там случилась контртеррористическая операция по очень печальному поводу убийства туристов. Но как-то очень кстати к горнолыжному сезону оно произошло. И поток был перекрыт. Разорялись наверху в горах балкарские бизнесы один за другим. И вот когда начинаются такие игры с применением тяжелой артиллерии силовых структур, бизнесу на этой полянке жить очень трудно. Вот это очень важно. И последнее. Институты. Я понимаю, что Россия – страна плохих институтов везде. Но то, что мы имеем на Северном Кавказе, это экстремально плохо. Пока так, бизнесом будут заниматься только лица, приближенные к особам. Ничего другого не получается. Нормальные бизнесмены, дорастая до некоторого очень среднего уровня, упираются в потолок. Им либо флешка от боевиков, либо четкий заказ на откат от тех, кто принимает решение. Так бизнес не живет. Очень много вопросов по разным конкретным регионам и территориям. Другими, не только по Северному Кавказу. Стандарт. Естественно, каждый хочет узнать про свой регион. А давайте сразу скажу. Если вы не ленивый и любопытный, то есть вы не россиянин, да, потому что Пушкин сказал, что мы ленивый и не любопытный. Вот если наоборот. Наберите в Яндексе независимый институт социальной политики. И вам выскочит наша парадная, фасадная часть сайта, и на ней будет бежать бегущая строчка. Мониторинг развития регионов. Два последних мониторинга. Вот самый последний, вывешенный несколько дней назад. Это бюджеты, расходы, доходы, долги. И все там. А предпоследний, это социально-экономическое развитие. И там все регионы с картинками. Вы себя можете найти. И поскольку там исключительно проценты и темпы роста, уровня четырех классов средней школы, начальной, да, вам вполне хватит, чтобы понять, что происходит в вашем регионе. Интересно. Но вот обобщая, кстати говоря, по регионам, интересно, регионы, которые пытаются сейчас найти какую-то самоидентичность. Там, условно говоря, Перми, Ярославль сейчас пытается этим заниматься. Это как-то ведет к децентрализации? Мухи отдельно, котлеты отдельно. Это совершенно не пересекающиеся вещи. Потому что, да, пермики пытались активизировать инновационность. Без сомнения. Вот культурные проекты Черкунова, форумы, которые очень сильно отличались от типичных для России портхозактивов, да, которые в большинстве регионов на шаленке сидят и массовка там по рядам. Они пытались, но инвесторы не приходят. И у Пермского края есть одно очень тяжелое, проблемное, да, это не преимущество, а недостаток. 59-я параллель, северные широты, прилегание к Урал, слабая инфраструктура. И все это останавливает и лесопереработчиков. И с территории ближе это выгоднее. И другие бизнесы. Зарплата к тому не самая низкая. Это значит, у вас издержки на человеческий труд повышенный. Вот это тот случай, когда институционально и имиджево пытаются развиваться, а груз тяжелых ограничений объективных тянет назад. Про Ярославль я первый раз слышу. Может, там есть группа энтузиастов. Но могу сказать, что когда к ним заходили крупные компании, тот же Volkswagen выбирал между Ярославской областью и Калужской. Вроде бы формально и там, и там были какие-то льготы. Может быть, даже промплощадки были готовы создавать в Ярославской области. Но то, как работало с бизнесом Калуга, ни в какое сравнение не могло пойти с деятельностью администрации той Ярославской области. Кое там одно окно нормальное. Там отпихивание шло от одного к другому. Пока так не дождетесь. Правда, Дюпон пришел, я надеюсь, что дальше будет лучше. Я тогда принесу, что по сути вопрос о Калугаевский край задавал. Людмила Азнавишина, вот, Людмила, ответ вам прозвучал. Да, еще была 4-процентная льгота по налогу на прибыль. Даже этот экономический инструмент всем, не слонам, большим бегемотам, которые придут, всем, все равно тяжело. Вот это вот объективные береги, которые тащат край, задерживают его развитие. Наверное, тогда я выберу для начала вопросы общие, все-таки, не по конкретным территориям, потому что сейчас мы, кстати, пошли в территорию. Но есть, например, вопросы от Алексея Быкова из Санкт-Петербурга. Уважаемая Анатолия Васильевна, существует ли на ваш взгляд информационный разрыв между городами и регионами России? Да. Если так, насколько диспропорции информационного развития будут дальнейшим влиять на развитие той или иной территории? Насколько этот фактор актуален для современной российской политики? Ну, во-первых, очень слабы горизонтальные связи между городами. Начнем с этого, все сильно слишком замыкается на Москву. Вот эта иерархичность российского пространства, она проявляется и к человеческим взаимодействиям. Понятно, что в Москве больше инноваций, они растекаются постепенно, города менее крупные. Но и в городах есть свои инновации, которые, в том числе коммуникационные, человеческие, социальные, им очень трудно пробиться в другие города, минуя Москву. Все сначала собралось, а потом перераспределилось. И это важно. Мой аспирант считал Леша Денисенко, очень известный блогер и человек, который создает специальные проекты. Вот он пожары отслеживал, еще что-то, он такой социально очень активный работник благосферы, я бы сказал. Он считал активность во всем, в бизнесах интернетных, в соцсетях, в проектах, связанных с интернетом, по российским городам. Вы знаете, чистой связи с экономикой нет. Очень много зависит от людей, от сообщества. Потому что технические возможности по ценам сейчас более-менее выравниваются. Хотя хуже в тех городах, где есть монопольные сети, вот я имею в виду телекоммуникационная инфраструктура, там сложнее. Но в принципе логика такая. Урал, Сибирь часто активней, потому что там немного другой народ. Потому что там народ придавлен тяжестью российской государственности все-таки меньше. Я имею в виду продвинутое, молодое городское население. Центр слабее. Я имею в виду не Москву, а окружающие Московской области территории. По Волжье очень по-разному зависит. Юг, на удивление, периодически всплывает Краснодар как место активности, а Ростов теряет. Но опять же все это гибко. Короче, экономика важный фактор. Но она не предопределяет. Человеческая, социальная играет очень большую роль. Плюс развитие инфраструктуры в части телекоммуникации. Все, с чего я начинала сегодняшнее выступление. Это баланс. Человеческий фактор, в отличие от экономики, очень текуч. И много вопросов посвящено внутренней миграции. В частности, Алина Спиридонова, которая сама из Красноярска, но ныне проживает в Москве. Говорит, что я, как человек, проживавший ранее в Сибири долгое время, могу отметить, что практически все, кто относится к Первой России, даже из городов-миллионников, в итоге переезжают в Москву или в Санкт-Петербург. В том числе для общения, для социальной жизни. Остаются те, кто относится к Первой России только в экономическом смысле, а при этом не активно в гражданском и политическом смысле. Согласна. Есть проблема. Есть проблема. Потому что возможности самореализации в федеральных городах на порядок выше. На порядок же выше число качественных, высокооплачиваемых рабочих мест. Вот эта гиперконцентрация, я тоже о ней говорила вначале, в Москве всего и вся, и некоторый кусок дохода, который или сам зарабатывает, или ему выдают в виде какой-нибудь «Газпромнефти» на прожив Санкт-Петербург, они в итоге формируют не только доходы бюджета, они формируют, деньги перетекают, огромное количество сервисных рабочих мест. И туда приходят те, кто конкурентно способен. Никакой Красноярск такого количества рабочих мест создать не может. Где более-менее, где все-таки люди находят себе качественные рабочие места, хоть и меньше? Конечно, Екатеринбург. И в последние годы неплохо идет Новосибирск. Так это макрорегиональные центры, исторические центры Урала и центры Сибири. Красноярск был промышленный город, да, немножко сервисная прослойка наросла, а потом она начинает упираться в потолок. Спрос на эти виды деятельности растет очень слабо. Поэтому пока так вот мы будем пухнуть умными головами в Москве и Санкт-Петербурге. Часть из них продолжит дрейф. Как только кончится кризис, будет терять Москва, я имею в виду глобальный кризис, народ будет, ну вы помните, две стратегии, да, я ехала к вам, прочитала по-английски, это voice versus exit. Либо ты голосуя и работая, действуя, меняешь ситуацию у себя, либо ты, что называется, отваливаешь. Вот слово валить, оно как бы сейчас в среде вот этой первой России, по-моему, одно из самых востребованных. Есть проблема, все понятно, но у меня логика очень простая. Вот для вас, как конкретного человека со своей единственной конкретной жизнью, эта миграция дала, я надеюсь, улучшение. Значит, ваша жизнь больше состоится. И те, кто уедут в другие страны, если их жизнь больше состоится, это гораздо важнее всего прочего. В моем понимании, частная человеческая жизнь гораздо важнее вот этих больших государственных интересов. Человеку должно быть хорошо. Миграция повышает степень свободы. Да, а что, не так же в Дагестане? Когда в Махачкале самое продвинутое, городское, уже адаптивное население, понимая, что оно бьется в плановый потолок, хорошие журналисты, хорошие ученые расползаются в Москву, в Питер, в Екатеринбург, все то же самое. Все то же самое. И это проблема, и мы с ней жить будем долго. Не порадуем. Да. Ну, сейчас, я знаю, некоторые начали искать решение. То есть, в Дагестане, как раз, мы знаем, у нас есть выпускники, которые делают интернет-сайты, они столкнулись с проблемой, что они выучивают людей, и те уходят в Москву. Да. Но они стали тогда ориентироваться на заказы, ну, с интернетом проще, можно ориентироваться на московские заказы. И Кострома, вот мы имели общение с сети-менеджером, которого есть идея сделать, ну, вот, как-то пролоббировать, да, быстрый поезд, типа Сапсана, чтобы люди могли ездить в Москву работать, но... К сожалению, это маниловская идея, потому что он не окупится, но в направлении на Кострому он не окупится. Очень низкие доходы населения, маленький город, 200 с чем-то тысяч, поэтому мечтать не вредно, экономически нереализуемо. Ну, тогда, если уже пошла бы сговора о городах, откуда можно ездить в Москву на работу, есть вопрос от Марии Дудиной из администрации городского поселения Озера в Московской области. Она спрашивает про Подмосковье. Где его место на карте четырех России? Играет ли роль обманчивая близость Москвы, и какие вообще тенденции развития этого региона? Это агломерация. Это огромная, гигантская агломерация, слушайте, ну, вот так вот. Хотя в Москве приписали миллион человек, это общее мнение всех демографов, да, учли дважды, и по реальному учету, и по ЖЭКам, по ДЭЗам нашим, да, но даже пусть 10,5 миллионов, плюс почти 7 Подмосковья, 17 миллионов – это 12-13% населения страны. Это каждый, вот задумайтесь на минутку, 7-8 россиянин. Каждый 7-8 живет в столичной агломерации. Это феноменальная, конечно, цифра, хотя бывает в других странах бывает и больше. Поэтому Подмосковье будет развиваться. Я очень надеюсь, что сверхнизкое качество управления, характерное для Подмосковья в последние, извините, полтора десятка лет, все-таки немножечко улучшится, клановость вот этих муниципальных структур останется, это очень трудно разбивается. Но Дальнее Подмосковье сейчас, а, озера – это Дальнее Подмосковье, гораздо меньше видела вот этого роста по сравнению с Химками, с Мытищами. Я даже не буду говорить про западное направление, да, там это не рост, это уже извращенные формы потребления, если уж на то пошло. К вам придет больше рекреации, постепенно в эти территории будет выноситься больше сервисов и производств. Но озеры – это достаточно постаревший сельскохозяйственный район. И к вам же, просто, по-моему, там нет прямого комфортного сообщения электричкой, там озера немножко вбок оттуда. Или я сейчас карту не вспомню. Нет, напомните, если я не права. Вот туда, где есть прямое электричное сообщение с Москвой, подтягиваться будут мигранты, мигранты, мигранты. Потому что близко к Москве очень дорого, а Среднее и Дальнее Подмосковье – это плацдарм для адаптации. Огромное количество мигрантов, и не только россиян, будет продолжать подтягивать Подмосковье. Вот это надо понимать, потому что это пылесос. Огромный, сильнейший пылесос. И если вы закроете работающий пылесос, ну дальше, в силу своих технических возможностей, представьте последствия. Закрыть нельзя. Как-то регулировать можно, но только когда нет коррупции. А когда есть коррупция, регуляторные функции государства не работают. Кстати, интересно, в связи с этим, вот, ваше отношение к увеличению Москвы в два с половиной... Да глупо все это, конечно, все понимают, это не профессионально принятое, это куларное. Вот то же самое, ручное управление. Кто-то кому-то сказал, что вот можно так. Злые языки говорят, что пролоббировали лендлорды, владельцы больших массивов земли, у которых она застряла в долгах или не продавалась, или надо было ее как-то капитализировать, значит, строить, а денег нет. Поэтому источники этого решения мне неизвестны. Я знаю точно, что не Москва инициировала этот вариант решения, потому что в Москве умные чиновники все-таки достаточно. Они понимают размер издержек освоения этой территории, да, сомнительную доходность очень многих участков. Поэтому я надеюсь, что хватит ума просто законсервировать на достаточно длительный период какие-то инвестиции в массовое развитие, вот селить бы застройки в этих территориях. Потому что тут надо действовать по шагам, очень аккуратно, просчитывая. Второе, никакого массового переезда госорганов туда не будет, расслабьтесь. Для виду, потому что, ну, Дмитрий Анатольевич, нельзя же совсем терять лицо, да? Для виду перенесут какое-нибудь третийразрядное соцзащитное что-нибудь, да, поставят, вот мы децентрализовали. Капитальное серьезное не будет. Чудную совершенно сказал фразу Григорий Ревзин, известный критик архитектурный. Мне она очень нравится, она исчерпывающе объясняет ситуацию. Пока король не переедет в Версаль, двор не поедет за королем. Все понятно? Красиво. Владимир Кузин из администрации города Калининград спрашивает, возможен ли при каких-либо условиях, по Вашему мнению, переход к маятниковой миграции, то есть заметного возврата из центра региона. Нет, маятниковая миграция – это другое. Маятниковая миграция – это движение людей в течение одних суток. Утром на работу, вечером обратно. Трудовая миграция – это когда вы можете на длительное время, но вы не на ПМЖ, что называется, а вы уехали на несколько месяцев, поработали, вернулись. Трудовая миграция – дач так строят, дворниками у нас работают. Есть еще вахтовая миграция, это, как правило, компания организует, когда в самолет грузят нефтяников в Башкирии, да, и вывозят куда-нибудь в Западную Сибирь. А то, что спрашивает ваш слушатель, да, это, я так понимаю, это субурбанизация, это расселение людей не в города, а в пригороды, это субурбанизация. Так она идет. Просто она у нас в России очень удивительная. В большинстве стран мира, где это общий этап субурбанизации, переезд людей из городов в пригороды, в частные собственные дома, в лучшие условия. Он в Штатах начался в 50-е, в Европе он был в 70-е. У нас он тоже пошел, но такой очень кривоватенький, потому что, выезжая в пригород, люди чаще всего сохраняют и городскую квартиру, если деньги позволяют. Мало кто продает городскую квартиру и с потрохами селятся в пригород. А я также знаю, что те, кто осел было в пригороде, как только дети начинают ходить в школу, приходится возвращаться в город. Вы в этих пробках до школы не добираетесь. Это адская проблема. Поэтому пригородное ближайшее проживание будет развиваться. Первым туда идет богатый, потом средний класс, как массовый. То есть сначала Рублевки, а потом вот эти поселки таунхаусов и коттеджей. Скорость будет сильно зависеть от двух вещей. Вещь первая инфраструктура. Если нельзя доехать, смысла работающим людям жить за городом мало. И второе, очень важно, как будут расти доходы. Потому что такой переезд это довольно затратное дело. Но тренд будет идти туда. Но это же не в сельское хозяйство люди вернулись. Они же вернулись. Они не вернулись. Они проживают в более комфортных условиях, а работают, как правило, в самом городе. Денис Белунов из Москвы спрашивает, насколько вообще правомерно отождествление мозгов, то есть идентификационного уровня, с постинфекционными моделями потребления. К примеру, в традиционном советском обществе существовала довольно значительная группа жителей небольших городов, академгородков, почтовых ящиков, которые не очень укладываются в схему четырех Россий. Поняла. Ну, начнем с того, что, да, у нас всегда были вот такие гетто умных, да, это ЗАТО, Наукограды, да, но в этих гетто умных за 20 лет произошли очень серьезные изменения. Молодежь оттуда вымывается, остается, в основном, старше технических специальностей поколения, и вот эти советские шарашки, то, как комфортабельные, они какое-то время еще проживут, но вряд ли эти искусственные для этой рыночной экономики образования будут существовать очень долго. Их жизнь размоет. Посмотрите в Троицке, что происходит. Город физиков, физиков-ядерщиков, крупнейший спальный город ближайшего Подмосковья. Идет жилая застройка. Хотя институты живы, но, конечно, это уже не то, что было когда-то. И это по поводу таких городов. Их можно вписать. Понимаете, я же не говорю о том, что размер определяет все. Я говорю о том, что размер в значительной степени формирует разные ценности, причем далеко не у всех. Бабушки на наших улицах в Перово очень мало отличаются часто от бабушек, которые сидят в маленьком городке. Я говорю о появлениях новых форматов. Молодые, образованные, среднеклассных форматов потребления, знающие мир, поменявшие свои ценностные ориентиры. Они хотят нормального государства. У них нет царя. У них есть власть, которая должна им предоставить тот или иной комплект благ по понятной цене, правилам и без отката. Вот это их ценность. Там нет сакрализации государства. Хотя войну они все еще сакрализуют. Потому что надо же на что-то опираться. Война – это великое прошлое. 60 лет и все. Неужели за 60 лет больше не на что опереться? Но это как бы та специфика, которая есть в России. Есть маленькие... Да, кстати, вот об этих маленьких наукоградах и городах, о ценностях заговорили. Эти люди сидят на бюджете. Практически полностью. Поэтому им нужно доброе, дающее государство, которое будет стимулировать все, а они будут честно работать. Это похоже на ценности молодых продвинутых мобильных. Да не очень. Это ценности умных людей советской закалки. Они отличаются от ценностей рабочих, там где-то, да, потому что уровень IQ просто намного выше. Но это тоже же государство должно дать. Понимаете? Вот эта вещь, я и государство, она очень сильно дифференцирует Россия. Потому что в первом случае, не все, конечно, неужели вы... Извините меня, расходы московского бюджета на доплаты московских надбавок к пенсиям москвичей в 2011 году, сейчас чуть меньше, составляли 10% всех расходов гигантского московского бюджета. И люди, конечно, это берут, то, что выразило очень много в Москве людей небогатых, пожилых, которым это важно. Они зависят от государства. Уверяю вас, их больше, чем молодых продвинутых. Но появляется этот новый слой, по нему я и диагностирую. Соответственно, вторая группа, государство дай, государство обеспечь, хотя и в Москве таких полно. И третья группа, да, государство, ну, типа, наверное, должно дать, ну, уж мы сами картошечку посадим, да, сами огурчики засолим. И уж как-нибудь, да при любом этом государстве, да бог с ним, ну, уж выживем как-нибудь. Вот три России, вот в чем все. Это ценности. Ну, кстати, вот я видела опрос, Левадо-центр, по-моему, делал, меня очень огорчила цифра, там, 79% населения, совершенно с патронажем настроенными. Конечно, конечно. И любой политик, который пообещает им такие пулистки известные, да, лозунг выиграет. Хорошо, давайте разбираться просто с цифрами. Ведь эта трансформация, она зависит от возраста. Хотя могу вам сказать, студентов, которые говорят, вот я выучился, государство меня должно устроить на работу, очень много. Очень много. В Москве меньше, а в регионах это просто как бы доминирующий формат. Так вот, вот давайте просто посчитаем. В Москве женщин чуть больше, чем мужчин, в силу того, что женщины живут дольше. То есть их больше 50%. Из всех этих женщин 30% пенсионного возраста. В Санкт-Петербурге 33%. Вы что хотите? Вы хотите? Ну, вот как бы, ну, есть продвинутые, да, если вы видели, на митинги ходят, не только молодняк, но понавляющее-то большинство несет в себе все эти советские ценности. Государство нам должно, в принципе, оно нам должно. За наши налоги, оно нам должно давать государственные услуги нормального качества. Но это немножко другая постановка вопроса. Чувствуете вы? Просто акцент поменят. А просто государство мне должно. Это патерналистская постановка вопроса. И она, конечно, доминирует. Не надо расстраиваться, не думайте, что вся Москва рядами и колоннами, у меня и мысли такой не было, светлое будущее, борьба с режимом, да я вас умоляю, но в ней просто появились свежие знаки того, что ситуация меняется. И это для меня огромная новость, хорошая новость. Потому что мне казалось, что это поколение, социализированное в 90-х, оно ушиблено вот этим комплексом неполноценности, социализированное в 2000-х, ушиблено вставанием с колен, мне казалось, что еще пару поколений все это безобразие надо будет переваривать. А они такие есть. Так это же прекрасно. Нормальные люди, думающие рационально, умно, и понимающие, что есть власть, и что есть человек, и какое между ними должно быть соотношение, что оно уже вот таким давно быть не может. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Вот у них уже этого нет. Это самое главное. Это базовая ценность. Качественные потребители такие. Качественные? Да вот давайте разбираться. Качественных потребителей много. Есть, я знаю, бизнесменов, людей, небольших таких, офис-менеджеров, которым абсолютно по барабану политика, но потребление у них абсолютно качественное. Тут и руккола, и свежие салатики, и как положено, помидоры черри, и сыр они берут такой, и хорошее вино пьют. Но не сразу. Вот сначала человек потребляет на показ. Это очень для России свойственное. Нет, сначала он потребляет, чтобы просто первичные инстинкты удовлетворить. Потом к ним добавляется социальное. По возможности мы все потребляем на показ. Ну, немножко азиатская страна есть это, да, вот буританское такое, протестантское этики. Не вкладывали. Потом человек начинает потреблять ради здоровья, ради понимания того, что правильно, что неправильно. Потому что ценность его жизни возрастает, он о себе начинает заботиться. Вот он потреблял, потреблял, все правильно делал, уже не только шмотки покупал, а здоровую пищу, ездил отдыхал. А потом он идет в нашу поликлинику, этот средний класс, и видит то, что он видит. А потом она дает ребенка в школу и получает то, что он получает. И тогда он начинает задумываться. Вот поймите, что да, потребление, рост потребления, это, казалось бы, ну, какая-то совсем не политическая вещь. Нет, по шагам. Сначала в товарах разоблились, потом пошли в услуги. И далеко не всегда можно заменить госуслугу альтернативной частной рыночной. Во-первых, дорого. Во-вторых, сказать, что там есть реально хорошая конкуренция и нет, извините, как это называется, впаривания, вот есть такой термин, да, это же благо, которое в экономике называется опытное. Пока вы его не пощупали, пока вам, извините, не ту почку не удалили, вы же не поняли, какого оно качества. И это тоже процесс. А когда удалят и не ту почку, и ребенок в четвертом классе начнет колоться в туалете, вы начинаете задумываться о том государстве, в которое вам эти услуги оказывают. Поэтому, первое, России не хватает двух вещей. Трех. Первое, лениво, нелюбопытно сказала. Второе, очень долго раскачиваемся, с дивана встаем. И третье, самое главное, если уж стали, подавай все сразу. Сразу ничего не бывает. Лет 20-30. Готовьтесь. Красиво. не очень оптимистично. Такова жизнь. Такова жизнь. Сразу ничего не бывает. И численно пока эта группа в меньшинстве. И доверие самоорганизации в ней не густо. И крику пока больше. Вот низовые дела пошли, уже хорошо. Там народ как-то сорганизуется. А когда есть необходимость политической самоорганизации, мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. Не быстро. Не быстро. Только это не означает, что делать ничего нельзя. Ужас ситуации для людей нетерпеливых состоит в том, что делать надо день за днем, впахивать, впахивать и впахивать. А результат будет не быстро. Но в противном случае никогда. Нет, я верю в то, что эти изменения эволюционны. Я верю в то, что патриархальное общество не может существовать вечно. Хотя бы в силу того, что меняется система коммуникаций технических, информация по-другому распространяется. Хотя если долго дебилизировать обучением людей, то мы будем уравновешивать более высокую скорость распространения информации более тупым ее восприятием. Сальдо ноль. Можно и так. Можно и так. Мы приватизируем, Наталья Васильевна, вопросов там такого количества, что я боюсь, стараясь коротко. Да, да. Ну, какие-то вопросы, наверное, все разные, мы попробуем выбрать хотя бы точные. Дмитрий Захаров, Красноярск-Москва, в продолжении предыдущего вопроса про науку города спрашивает, какова на Ваш взгляд дальнейшая судьба закрытых городов, в первую очередь Минобороны и Росатома в разных регионах. Все просто. Смогут ли они сохраниться? Все просто. Пока в бюджете есть деньги, они будут живы. Как только начнутся серьезные проблемы с бюджетами, дальше смотрите 90-е. Все это мы уже проходили. Денис Ширяев из Москвы говорит о том, что, по его мнению, Москва и Санкт-Петербург самодостаточны не только по объективным к намечественным причинам, но в том числе и потому, что обладают статусом субъекта федерации, не тянут прилегающей территории. И как Вы считаете... Они тянут всю страну. Чтобы Москва так жила, надо собирать деньги со всей страны. И Питер немножко обламывается. Ну, во-первых, конечно, есть реально зарабатываемые деньги городской экономикой. Но простите меня, пожалуйста. Вот до последнего, в 2012-м уже поменьше, сейчас в 2011-м году 43% всех доходов бюджета Москвы давал налог на прибыль. Если Вы думаете, что его платили малые предприниматели, Вы сильно ошибаетесь. Газпром, Лукойл, Роснефть и далее по списку. А где эти компании зарабатывают? Что в Москве все? В Санкт-Петербург спустили Газпром-нефть, спустили еще пару компаний около Газпромовских. Но они тоже теперь пишут свои прибыли по Москве. Поэтому Москва и Санкт-Петербург без остальной России никогда бы не могли жить так, как они живут. Это рента, которой Москва в огромной степени, Питер в меньшей степени, но эту они ренту получают за счет того, что один столица, а второй историческая родина нашего высокого начальства. Как Вы помните, в 90-е статус федерального города не сильно-то помогал Санкт-Петербург. Алексей Плотников из Саратовской области говорит, что в многих регионах растет долг. К примеру, его Саратовская область накопила почти 40 миллиардов и перспективно расплатиться. Полбюджета. Это да, там тяжелая ситуация. И как поступать региональным властям? К чему это может привести? Может ли быть банкротство региона? Во-первых, банкротство региона невозможно просто. Регион это не компания. Во-вторых, мне кажется, что тут возникает адское поле для неформальных каких-то согласований. В Татарстане уже основную часть долга, я имею в виду, займы бюджетные, не все долги, которым банк выбрал, а именно бюджетные займы. Чудное решение, реструктурировали на 10 лет по ставке 0,5% годовых. Кто умеет считать и знает размер инфляции, понимаете, что через 10 лет от этого долга ничего не останется. Так что у Саратова есть вариант по-татарстански, да, залудите себе универсиаду или что-нибудь подобное, тогда, может, и вам будут прощать. Но скорее нет, потому что у Татарстана очень хорошие результаты по тем деньгам, которые он в огромном количестве утягивает из федерального бюджета. Он прилично зарабатывает сам. Маленькая деталь, кто забыл, Татнефть это последняя региональная компания, больше нету, все остальное скушали большие. И Татнефть платит налоги по бюджету Татарстана, но это не маленькие деньги. И вот сочетание собственной доходной базы, хорошей дойки федерального бюджета, плюс эти ребята реально очень активны. Промплощадки, лучшая зона промышленно-производственная в России, Алабуга. Вот сейчас они пытаются постиндустриальные функции развивать, и на поле спробили еще одну зону. И вы знаете, почему дают? Во-первых, потому что, да, политический вес этого региона очень большой, а если, извините, если я что-то не так сказала, если в этом кто-то начинает сомневаться, то можно и небольшой теракт устроить. Я очень аккуратно пытаюсь выразиться. Но второе, они реально работают. У них есть реальные результаты, их можно показать. И это тоже очень важно. Саратову пока показать особо нечего. Поэтому долговые проблемы, это мое личное мнение, личное экспертное мнение, не будут сейчас системно решены для всех. Их будут расруливать постучно, как-то договариваясь с каждым регионом. Индивидуально решались долговые проблемы Московской области, индивидуально решены долговые проблемы Татарстана. И я не вижу оснований для того, чтобы наконец федеральный центр перешел к прозрачным, понятным процедурам решения проблемы долга. Так, Леонид Гонин из Удмуртии спрашивает, как пооценивать ситуацию в Павловии и Придураде с точки зрения этнического фактора? Татарстан, Башкирия и другие этнические регионы. Не заморачиваюсь по этому поводу. Смотрю экономику, смотрю социалку, четко понимаю, что пугать, конечно, экстремизмом будут, потому что под это хорошо даяться деньги, очень хорошо. Но реально экстремизм на социально-экономическое развитие влияет, ну, я скажу так, не профессионал в этом, не существенно. Не существенно. Есть гораздо больше социальных и экономических факторов, которые формируют ситуацию в этих регионах. Она очень разная, должна это отметить. В Удмуртии незамечательно, но он такой-такой нормальный застой, если уж по-простому. Никита Слепцов из Ульяновской области благодарит вас отличное наступление и говорит, что для него очень важно, что вы назвали одной из базовых сегодняшних проблем муниципальное образование. Но для него практически очевидно, что сегодня практически на каждого главу муниципального образования после нескольких лет работы можно звонить в удовольное дело. Конечно. Так как муниципальная власть вязнет в коррупции практически мгновенно. Нет, там два формата. Погодите, вот, чтобы не обижать. Первый формат вязнут по собственному желанию. Это да. Потому что вот эти клановые сшивки бизнеса и муниципальной власти натурально есть. Есть второй формат. А рестрикции, ограничения, правила таковы, что ты, если что-то хочешь сделать, ты что-то обязательно нарушишь. Вот я бы эти два момента развела. Извините. Да, да. Нет, это очень важное уточнение. Согласен абсолютно. Значит, Никита Слепсов спрашивает, какие мы, видите, возможности повышения роли муниципалитетов, если учитывать вот проблему с уголовными делами, а также проблему с политической культурой местного населения, которая не уделяет абсолютно никакого внимания муниципальной власти. Значит, ну я договорю то, что не договорила вот в своей, как бы, персональной выступательной части, обязательно двухшаговая децентрализация. Дальше будет следующее. Когда больше ресурсов, начиная приходить в города, прежде всего в города, вы понимаете, что деньги куются в городах, не в деревнях. То есть подпитка финансовая, если она будет двухшаговая децентрализация, и ослабление узды коснется в первую очередь крупных городов. И дальше следующее. во-первых, вырастет неравенство, потому что крупные города будут получать больше, а перераспределять уже будет меньше. Денег столько в региональном бюджете не останется. Поэтому в перифериях поддержка уменьшится. Я говорю это абсолютно внятно. Это цена вопроса. Второе. В крупных городах всегда есть несколько элитных групп, групп интересов, которые обязательно будут конкурировать между собой. Любая конкуренция приводит к возможностям, во-первых, открытия информации, она оставляет, наконец, зазор для медийного пространства, СМИ начинают работать более активно. И в крупных городах в любом случае избиратель более вменяем. В станице, как она у нас называлась, где цапки? Кущевки. Кущевки, да, всегда будут голосовать как ножки. Вот еще до конца моей жизни точно полагаю, что дольше. В станицах Кущевских будут голосовать как нужно. Это данность. Это Россия номер три. И только в крупных городах в силу ошибок интересов разных групп, в силу подключения медиа, в силу того, что часть горожан уже ушиблена платежами за ЖКХ, монополистами, качеством школ, качеством здравоохранения, люди будут более активны. Не сразу. Но вот пакет условий есть пока только в крупных городах. Почему и нужна двухшаговая децентрализация. Мэра путем покупки голосов выбрать будет намного сложнее. Плохого мэра можно будет снести. Ярославль снес в условиях гораздо худше. Шанс есть, легко не будет, но начинать надо именно с крупных городов. Там лежит, как это называется, не иголочка Кащеева, а наоборот, ключик для модернизации России. Я предлагаю задать вопрос для других иголочек Кащеева. Да, для кого-то ключ, а для кого-то иголочка. Предлагаю вопрос от Дениса Ширяева. Да, уже я задавал вопрос от Дениса Ширяева. Хорошо, там был другой, тогда давай другую. Да. Значит, Альберт Степанцев из Костромы, на самом продолжении, муниципалитет, не такой маленький город, тем не менее, по его мнению, местное самоуправление фактически является филиалом региональной исполнительной власти, выгодно из правил судей замылили, Дениса муниципальная милиция окончательно похоронена, любой контролирующий распределительный орган относится либо к региональному, либо к федеральному уровню, а у муниципалитетов практически нет полномочий. Пока так, пока так, ситуация очень тяжелая, у муниципалитетов нет ни денег, ни полномочий, соцзащиту забрали на региональный уровень, сейчас большую часть здравоохранения заберут туда же, школы, за капремонт платят муниципалитеты, а уже зарплаты и прочие зарплаты. Муниципалитеты сейчас лишили большинства функций, которые свойственны местному самоуправлению, они должны быть грасруц, они должны быть на корневом уровне. Логика очень простая, у муниципалитетов нет денег, мы все равно все субсидиями перераспределяем, так и уже и функции заберем. Будем просто диктовать. Это удало, это на то, это на то. Региональной власти это страшно удобно. Смотрите, сначала мы централизовали всю страну, отобрав у регионов, потом регионы сделали ровно тоже с муниципалитетами, и федеральная власть их вполне поддержала, потому что так им удобнее, а нам нет. Значит, будем бороться. Владислав Сапонов из администрации города Красноярск, много у нас вопросов из Красноярска, он, кстати, отмечает, что с момента вашей статьи городов-миллионников стало больше. Знаешь, привязали хорошо, ребят, привязали, молодцы, режете, клеете, удачи вам. Питеру насчитали, было 4-5 миллионов, вдруг 5 миллионов, Красноярск, Пермь, кто там, Воронеж подсуетился. Молодцы, режьте, режьте. Как это, пилите, шура, пилите. Ну, что я еще могу сказать? Вот, Владислав Сапонов задает такой вопрос, довольно типичный. Значит, допустим, наступит чудо, и власть все-таки решится на переиспределение полномочий в пользу регионов, и допустит возможность чистых и честных выборов регионального руководства. Каков Ваш благоприятный прогноз на преодоление периода месячковых царств, ханств и княжеств? Какие сроки? Значит, средний прогноз 3-4 выборные интеракции, пока люди научатся выбирать наконец не сердце, а немножко думать головой. 3-4, то есть это 15-16 лет. Это средний прогноз. Царство и ханство в некоторых территориях вполне могут удержаться лет на 30-40, если не противодействовать этому процессу. И тут у меня иллюзий никаких нет. Это долго. А в регионах продвинутых, где есть городское сообщество, может быть, дело обойдется двумя итерациями, но не меньше. То есть, понимаете, ужас-то в том, что мы понимаем, что делать, но мы понимаем также, что у страны и у ее жителей нет терпения. Вот понимание, что это придется пережить, практически нет ни у кого, потому что любой политик обещает завтра золотые горы, их не будет. Мы очень долго, мучительно, потом и кровью будем формировать ответственное гражданское общество. Это очень долго. Потому что проще бабульке, тетке, кому угодно, впарить два кило гречки, масло, это мы делали с начала 90-х, я наблюдала, как в замечательной Тверской области, в муниципалитете, не самым слабым, Переславль-Залезский, легко избирался, ну, правда, уважаемый, почетный человек, бывший коммунальное хозяйство этого города, человек с именем Хасанби и далее, 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 за кило гречки и кило сахара, стопроцентное голосование сельской местности. Всего-то делов. Давайте иллюзии не строить, что страна, в которой мы живем, она пока еще не очень приспособлена для вот этих процедур. Но тогда выбор, а вывод федеральных, это, кстати, очень согласуется, то, что я сейчас говорю, например, с мнением очень высоких чиновников. Какие выборы? Вы что, не понимаете, в какой мы стране живем? Понимаем. И через это придется пройти, потому что другого способа нет. А если вы будете тянуть резину до конца, рванет потом так, что никому не понравилось. Поэтому терапия лучше хирургии. Мой ответ. Батарь Джанкиозов из Карачаева, Черкесии спрашивает, может ли изменение состава федеральных округов, или изменение субъектов Российской Федерации как-то уменьшить полиаризацию четырех России? Нет, понимаете, с точки зрения статистики можно все. Давайте быстро поглотим Ингушетию. У него самый низкий душевой ВРП. Хотите с Чечной? Хотите, пожалуйста, с Краснодарским краем или Ставропольским? Как вам нравится? Пожалуйста. И Ненецкий округ наконец ликвидируем как класс безобразия и прирежем к вполне себе бедной Архангельской области. Ну, потому что это экстремальные поля вверх и вниз, да? А Тюменскую область укрупним с Курганской, ну, что еще добавим? Ну, Челябинскую можно, да. И так, да, у нас будет с вами не в 40 раз, как сейчас, да, а будет, ну, раз в 10. Пристойненько, аккуратненько. А что-то по жизни от этого изменится. Вот я, например, изменений реальных от этого не вижу. Но если вам важнее сладкие цифры статистики, ну, шушь, флаг в руки. Попробуйте приклеить Ингушетию к Ставропольскому краю. Я не хотела бы видеть последствия этого процесса. Гармик Манчжан из Армении спрашивает, ну, как вы думаете, вот все то, о чем вы говорите и пишете, это общая тенденция во всех постсоветских странах? Очень много похожего. Я очень активно сотрудничаю много лет с Казахстаном. И это очень расширяет профессиональный горизонт, потому что видишь, насколько много похожего. У меня была работа и с другими республиками, очень много похожего. Разница вот, например, только в том, что если нет центральной авторитарной власти, как это длительно не было в Украине, никакого выравнивания не происходит, ни социального, ни экономического. Там идет так, как должно идти в экономической теории, то есть более конкурентоспособные территории развиваются быстрее, чем территории, не имеющие конкурентных преимуществ, разрывы нарастают. Если режимы авторитарные, централизованные, перераспределительные, здесь очень многое зависит от преференции того режима, который есть. Например, могу сказать, что в России больше внимания уделяется социальному выравниванию, чем в некоторых других крупных нефтяных странах. И это приоритет. Потому что в тех странах, видимо, и так проголосуют, как надо, а в России надо еще все-таки заплатить. Зарплату поднять, еще что-то сделать. Если зашла речь о других странах, я не удержусь, что-то не спросить. Перед любыми реформами мы можем учитывать не только исследования, но опираясь на некоторый международный опыт. Вот на Ваш взгляд, говоря не только о постсоветском пространстве, где этого опыта еще такого супер успешного уж не было, а вообще в мире, чей опыт наиболее нам подходящий? Какой опыт был успешный? Нам все время пытаются сделать главным китайский опыт. И трактуют его следующим образом. Плановая экономика, большое присутствие государства в экономике, и вот это все и дает результат. Я бы сказала так. Умное государство, рациональное планирование на основе конкурентных преимуществ, поддержка тех, кто развивается быстрее и имеет конкурентные преимущества, и это, открытость и привлечение инвестиций, чувствуете, не так сильно слова-то различаются, и это дает результат. Потому что могу сказать, что в Китае региональная политика такая. Тем регионам, которые притягивают инвесторов лучше, развиваются быстрее. Поскольку там, конечно, понятно, что Тибет, если им внутреннюю Монголию отодвинуть, и Синьцзяну и Гуру, всех остальных там как бы не такие адские различия. Но те, кто развивается быстрее, они получают дополнительные гранты от центрального правительства. Это стимулируется по-настоящему. И они получают приоритетное инвестиционное финансирование. Ты можешь, у тебя получается, добавляем. Это похоже на нашу Сочи или саммит ТТС. Когда они делали олимпиаду, плановую экономику, централизованную управление, почему-то разместили ее в Пекине. У них сейчас шесть колец. У них аэропорт, третий огромный терминал, такой, который в лучших мировых столицах бы хорошо найти. Они, то, что они делают, они делают на приращение, на развитие. Ну, как бы не зиму в субтропики засовывают. Понимаете? Вот поэтому не плановое, а умное. И они открыты, потому что то, как они притягивали инвесторов иностранных, ну, нам и не снилось. Мы же как хотим так? Так, нам выборабатывающую промышленность, сырье мы вас никуда не пустим, но 90-е были слабенькие, пустили на Сахалин, нам туда просто добраться было никак. Как только укрепились, начали вышибать соколины. Замечательно, да? Но мы хотим, чтобы вы нам в Магаданской области строили машиностроительные заводы, ну, или в Приморском крае. А бизнес этого хочет? А бизнес просчитал свои издержки и четко говорит, нет, потому что стоимость рабочей силы на Дальнем Востоке высоковата, инфраструктуры развита, недостаточно. А нам надо, говорит наше государство. Китай действовал иначе. Он выкатывал дешевую рабочую силу, она была тогда очень дешевая, приморское положение, очень мощные инфраструктурные вливания, регламентацию тогда, сейчас уже нет, входа в эти территории, чтобы не бегали там всякие, не такие. и максимально открытость в отношении инфраструктуры. Ну, так если вы хотите китайский опыт брать, ну, возьмите, пожалуйста, этот. Я вас очень прошу. Павел Куликов из Московской области, из Куркингиста, если я правильно понимаю, спрашивает, какова вероятность изменения политической структуры в городах-миллионниках? Может ли созревшая для этого региональная группа выбить себе больше прав и свобод, чем задержавшийся в своем развитии промышленный, сельский и южный регион? Надеюсь очень на это. То, что вот пошли в муниципалы очень многие продвинутые молодые, в Днезовые, в эти муниципальные районы, это здорово, потому что там, конечно, им очень тяжело, хотя они горлопанствуют нередко не по делу, но это издержки входа в политику, этому тоже надо учиться. Потому что, вы знаете, я поняла одну простую вещь, извините за философствование немолодой тетеньки, но я поняла, что свобода не сваливается с неба, и гражданское общество не возникает из неба. Вот она нас свалилась в 90-е годы, закончилась сильным бардаком, а потом легко отобрали. Я думаю, что в нашей стране будет поэтапное, пошаговое строение. Сначала снизу, потом кто-то пробьется в крупные муниципалитеты, в города, в регионы. А по-другому я не понимаю, как. Честно, если. Это будет долго и трудно. Ну, все-таки, несмотря на то, что вы назвали уже сайт, на котором все можно посмотреть, несколько вопросов по точечным регионам, я не могу не задать, потому что это такие модельные регионы. Алексей Елайф из Калининградской области спрашивает, какое вы видите будущее Калининграда? Ну, логика там очень простая. Я за режим особой зоны, но только новый, с 2006 года, когда льготы стали давать только тем, кто инвестировал уже нормальную сумму, а не контрабанде сигарет, спиртного и союзу перегонщиков автомобилей БУ, секонд-хенда этого, и Русско-православной церкви, одного из главных инвесторов, этих транзитеров. Вот этот новый формат, он гораздо более жизнеспособный. За это, да, я против того, что этот формат практически намертво убивается тем, что любой груз пересекает две таможни. Вот пройдя две таможни, со всеми сопутствующими этому обстоятельствам, видите, как я корректно выражаюсь, преимущество особой экономической зоны практически сводится на нет. Далее. Я не согласна с тем, как реформировали область, впухивая очень серьезные деньги в дорожную сеть, она нужна, но там была просто такая компанейщина, и крайне резко сокращая социальные расходы. Все помнят прекрасно эти митинги, когда женщины стали рожать в автомобилях скорой помощи, потому что не доезжали до роддома. Это был не очень правильный путь, мягко говоря. Но я также понимаю, что в размерах того бюджета, который имеет Калининградская область, чтобы развивать привлекательную для инвесторов инфраструктуру, это дело региона, она вынуждена как-то поджимать остальные расходы. Здесь надо просто искать разумный компромисс. Здесь надо договариваться, потому что регион по-другому развиваться не может. Виталий Сергеев спрашивает про северо-восточные регионы, Якутию и Чукотку. Какой череп России вы бы их отнесли? По его мнению, они по-многому похожи на Дагестан, только в силу многих причин миграция из предела регионов там гораздо меньше. Они разные. Четыре России это никак не регионы. Но все-таки это городско-сельское деление, города от крупных, крупнейших. Регион не может быть России. Регион – субъект федерации. По Якутии все очень просто. Объем трансферта в бюджет Якутии из федерального бюджета сопоставим с объемом трансферта Чечне, поэтому вы должны понимать, что этот регион очень сильно поддерживается. Я сейчас не помню, порядка 50 миллиардов рублей. Это очень много. 50-60 вот так. Может, 48 был недавно. Второе. В Якутии нашли нефть. И это диверсифицирует ее ресурсную базу. Теперь не только алмазы, не только уголь и железная руда, а теперь еще и нефть. Отлично. Но только вы должны понимать, что доходов от этой нефти вы в регионе не увидите. Как вы видите, все меньше доходов от добычи алмазов, которые централизуются. Вот эта схема власти в России такова, что доходы от сырья довольно быстро, становится централизованной. Есть ли шанс на какое-то развитие помимо? В северных регионах сложно. В Якутии Якутий, слава богу, пока не очень большой. Там не нужно очень большого города, его не прокормить. Но очень активно стягивает сельское население. Треть населения пока сельское, поэтому оно еще будет в этот Якутий приезжать. Это в основном якутийское сельское население. Поэтому проблемы избыточного населения, дефициты рабочих мест, для Якутий они будут стоять очень сильно. Преимущество Якутий в том, что там вложились в старые, в 90-е годы, хорошо образование, развили. То есть население будет более образованным. Но ему тоже нужны рабочие места. А мобильность коренного якутийского населения невысока. Поэтому развитие пойдет через достаточно сложную проблему состояние рынка труда республики. Или вам надо раздувать бюджетные рабочие места для тех, кто окончил вузы. Ну тогда управленцы у вас скушают, по-моему, весь бюджет. Что-то надо делать с молодыми якутами из села, которым нет работы. Потому что это сфера услуг в основном. А сфера услуг в северных городах всегда недоразвита. Поэтому проблем много. Сыревая экономика будет жить. Потому что на северах сыревая экономика это единственный тип экономики, который при аккуратных расходах на содержание людей он выгоден. Слишком большие города невыгодны никак-то. Небольшие компактные города вблизи месторождений нормально. Гузель Демаддинова из Татарстана. Спрашивайте мне не про Татарстан, а про регионы, которые можно будет поставить через определенный период времени, на ваш взгляд, на один уровень, рядом с Хмао, Кенао, Москва. Таких нет и не будет. Уважаемая Гузель, просто цифра. Две трети российской нефти добывается в Хантах. Вторая цифра. Три четверти или 70 процентов, не больше, а три четверти российского газа добывается на Ямале. Когда мы найдем такие же месторождения, тогда и поставим. В Татарстане добывается, ну просто для справки, порядка 30-32 миллионов тонн нефти, а в Хантах этих миллионов добывается, по-моему, 240. Ну почувствуйте разницу. В Хантах меньше полутора миллионов, в Татарстане 3,5. Так что тут уже как бы, ну вот, у этих по жизни вот будет так. Другое дело, что у них и дальше можно отстригать все доходы и их централизовать. Чем федеральная власть с интересом и занимается? Часть доходов отруливая на юг, в Тюменскую область, которая у нас типа донор, типа донор, да, она не получает налог на вы... простите, дотацию на выравнивание. Но в 2011 году трансферты из федерального бюджета там достигали, по-моему, 35-37 процентов доходов. Потому что у них отобрали остатки налога на добычу полезных ископаемых. Все, бюджет сдолся. А сейчас, поскольку они не могут компенсировать, ну не могут, треть бюджета компенсировать, нет же у них экономики особой там на юге никакой, нефтегазовым компаниям настоятельно рекомендуется, они и так уже почти большинство по Тюмени зарегистрировано, уходят из-за кругов. Добавить, добавить надо. Ну зачем федеральный бюджет субсидий будет давать? Пусть уж компании... Так что не печальтесь, что вы не Ханты и не Ямал. Не печальтесь. Там у них своих проблем хватает. А вот, кстати, про Чеченскую республику. Люди, которые, собственно говоря, там проживают и работают какими-то чиновниками, да, они все время ссылаются... Ну часто я, по крайней мере, такую точку зрения слышала, что они, дотации, которые они получают, они зарабатывают столько же и отправляют. Ну то есть, вот у меня примерно такая реакция. Прелестно, прилестно. Ну могу сообщить уважаемым тем, кто вот в Чечне много зарабатывает, что с 2008 по 2012 год объем промышленного производства в Чеченской республике сократился на 43%. Кризиса в республиках Северного Кавказа нет. Вы просто не было, потому что они дотационные. Дотации не уменьшались. Что случилось с тем небольшим объемом добычи нефти, который добылась в Чечне, затрудняюсь ответить, но половины производства не стало. Это первое. Второе. 90% дотационности. Ну в этом году, вот прошедшем, 87% шила на мыло. В-третьих. Одна Чечня получает трансфертов из федерального бюджета больше, чем все остальные республики Северного Кавказа. Ну, там Дагестан еще, но в нем 2,5 миллиона, да? Ну, тогда сопоставимо. Поэтому, еще прелестная подробность, я очень люблю ее рассказывать. Во всей стране на одного регионального чиновника 2,5 федеральных, а в Чечне 1,3 региональных на одного федерального. Очень надо управлять региональным чиновником основательно. Поэтому их количество, если брать там подушевок, 2-3 раза выше. Давайте не будем говорить то, что очень легко опровергаются цифры. Хотя цифр по Чечне реальных не существует, социально-экономических. Ни одна из них ничего не показывает. Но есть цифры, которые показывают. Это бюджетные денежки, которые туда приходят. И мы очень много по этим денежкам можем сказать. Эти данные открыты. Наш выпускник Станислав Корятин из Красноярска, но нет, как проживать в Москве. Вы как социальный лифт. Школа, школа. Это нормально. Это стандартные вещи. Школы как социальные лифты. Ну, тут вопрос причин и следствия. А люди ищут то, что это помогает стать социальным лифтом. И они просто на полную катушку используют то, что дал им этот лифт. Это естественно. Это очень рационально. Тем не менее, они не теряют связь со своими регионами. Потому что Корятин тоже спрашивает про Красноярск. Говорит, что красноярский политолог Сергей Комарицын на днях написал весьма резонансную статью «Власть Красноярского края уничтожает остатки гуманитарного образования». Где говорит о том, что резко уменьшаются согласованные цифры приема студентов. Бюджетка? Бюджетка. Да, и вопрос, соответственно, на ваш взгляд, сокращение гуманитарных специальностей в целом по укропнению вузов. Да, массово, везде. Это не власти Красноярского края. Высшая школа у нас подчинение федерального министерства. Везде идут укропнения вузов. Это, ну, первый шаг был эти федеральные университеты, когда уже с ежом скрестили, а толку не было. В общем, нигде в Красноярске тоже, извините, федеральный университет не сильно прирос от того, что там объединили несколько вузов. Я имею в виду по качеству обучения и по конкурентоспособности выпускников. Везде идет укропнение. В том же Магнитогорске, где я недавно была, к технологическому университету пристегивают обычный университет, бывший когда-то педвузом. Официально обозначается цель снижения административных расходов. Ну да, бухгалтерии меньше, проректоров меньше. Это как-то понять можно. Но скорее, и вторая цель будет, очевидно, это сокращение бюджетных мест. На высшей школе начинают экономить, причем экономить странно. Вместо того, чтобы отлицензировать еще раз и ликвидировать некачественные высшие учебные заведения, потенции таких сил и административных ресурсов у министерства нет. Поэтому оно пошло по этим рейтингам, по площади, почему-то рейтинги получились по этим индексам очень странные. Все возбудились. Теперь про рейтинги забыли. Сливают, сокращают. Считается, что у нас очень много юристов и экономистов. Я напомню, что очень значительная часть учится на платных местах. И они-то остаются, потому что рубят бюджет. Слишком шибко умные. Вот эти слова надо помнить. Да, вы знаете. Наверное, задам тогда вопрос, который традиционно звучит в любых таких рассуждениях. Хотя, в общем, думаю, что ответы сам могу предсказать. Но, на всякий случай, вопрос нашего выпускника Сергея Пищулина. Волгоград, Санкт-Петербург. Возможно ли, по вашему мнению, в том или ином виде возвращение к рамкам СССР? То есть, какое-либо объединение Республики СССР? Нет. Никаких основных. Ну, да. И тогда я задам вопрос, который очень у многих людей звучит. Там сходу могу перечислить Елену Макей, Татьяну Корченкову, Анаита Атопиана и многих других. Ну, прошел год с момента публикации вашей статьи «Четыре России». Что-нибудь изменилось? Да. Во-первых, те, кто был воодушевлен, уперлись в новый барьер. Стало тяжелее. Этот выплеск энергетический произошел. Он видимого результата не дал. Наоборот, появились очень сильные репрессивные реакции. И сейчас начинается стадия тяжелой монотонной работы. К ней не все оказались готовы. Горечь такая, издержки есть. Если Европа очнется от кризиса, Штаты начнут расти быстрее, немалая часть конкурентоспособных представителей той самой первой России туда двинется. Потому что жизнь у человека одна, а дождаться изменений здесь приходится очень. Это долг. Никаких иллюзий. Тем не менее, рутинная работа идет. Часть людей оказались к ней готовы. Будет небыстро. Второе, что очень важно. Общий набор проблем социальных накапливается. И это уже касается обеих России. И первой, и второй. И если первая Россия, я имею ввиду более молодые и продвинутые, финансово это переживают, остальное городское население Москвы все меньше, или Санкт-Петербург, или миллионников. Это проблемы ЖКХ, все платежи. Недаром президент сказал 6%. Это политическая цифра 6%. Потому что проблемы ЖКХ на первом месте, здрав на втором. А в Москве сейчас накапливается проблема образования. Вот эти слияния хороших и никаких школ, они взорвут бомбу. Я в этом не сомневаюсь, потому что это очень близорукая политика. Экономика бюджета приводит к тому, что россиянам рубят одну из общих и немногих осмысленных стратегий семейного выживания и развития. Ставка на образование детей. Все более-менее адекватные семьи, начиная от сельских, где ни пьяницы, ни алкоголики, вкладывают деньги в образование детей. Пусть это будет ПТУ, колледж, что-то. Ребенок должен иметь социальный лифт. И если где-то на среднем уровне это еще не так ощутимо, то в больших мегаполюсах, где система школ отстроена, где есть много средних школ, но есть и гимназии хорошие, продвинутые школы, и это все начинают сливать в комплексы. Хорошие директора уходят. И порождается безликое нечто. Родители взвоют, потому что это подрубает им базовую стратегию адаптации. И я с интересом жду, у меня, слава Богу, дети уже сильно не в школьном возрасте, я с интересом жду, когда прочухаются московские родители и, наконец, скажут, объясните, пожалуйста, логику этих укрупнений. Потому что борются только представители, чьи дети посещают эти немногочисленные гимназии. Недовольство будет расти. И это массовое социальное недовольство. Оно охватывает обе России. А дальше надо смотреть, что получится. Потому что я не пророк, не предсказатель. Но сейчас каким-то сказочным образом вот эти вот раздвинутые опытными политтехнологами в разные углы Урал, Вагон, Завод и Болотное начинают сходиться на поле базовой социальной тематики. И это будет очень интересно. К сожалению, нам нужно завершать. Хотя можно было бы длить это и длить. Я хотела как раз отметить, что я где-то раз в полгода примерно вас слушаю на разных площадках и всегда с большим интересом. И, видимо, все-таки что-то меняется, потому что всегда как-то... Жизнь меняется. Что-то по-новому. Жизнь меняется. Жизнь меняется. Что-то не может не радовать. Наталья Васильевна, у нас есть такая традиция. Мы просим эксперта отметить какую-то тему или вопрос. И потом мы этому слушателю отправляем книгу из нашей библиотеки. Когда я думала, что мы отправим, я выбрала, на самом деле, книгу философскую. Но она, как нельзя лучше, мне кажется, подходит к вам, потому что она о духе просвещения. И мне кажется, что вы редкий пример не только вашей тематике, но и ученого, который может объяснять это всем остальным. Хе, препод. Он и в Африке препод. 30 лет карьеры, что ли вы хотите. И кого бы вы отметили? Ой. Какой вопрос? А можно субъективно? Да, конечно. Вопросы все интересные. А поскольку я, как бы, очень много общалась с пермиками, боролась, как бы, пыталась, с чем-то боролась, спорилась, с чем-то соглашалась, что-то очень поддерживала. Можно в пермском слушать? Это не лучший вопрос. Это мои субъективные, как бы, преференции пермскому краю, который пытался модернизироваться и развиваться. А теперь им очень непросто. Спасибо. Спасибо огромное. И я благодарю Политру, которые технически, информационно нам помогали организовать эту трансляцию. И до новых рассылок, до новых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Ладно, будем... Вот, очень интересно. Да, да, очень интересно. Мы сделаем еще расшифровку записи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова